Приветствую! В этом ролике речь пойдет о неандертальцах из пещеры Мошерини в Италии, а именно о том, что нового узнали исследователи об их жизни на итальянском побережье десятки тысяч лет назад, причем объединив архивные и новые данные. Мошерини – это одна из крупнейших прибрежных карстовых пещер Италии в Лацио между Сперлонгой и Гаэтой и примерно в пяти километрах от пещеры Санта-Гастина. Пещера расположена вблизи современной береговой линии у подножия Известняковой скалы на юго-восточном склоне небольшого прибрежного мыса. Археологический участок был обнаружен во время обследования учеными прибрежных пещер от Рима до Гаэты с 1936 по 1938 год. Но раскопки проводились в августе 1949 года на небольшом участке размером всего два на полтора метра у входа внутри пещеры, поэтому находок не так много, как могло бы быть при раскопках всей площади, но их все равно более тысячи. Хотя изначально пробный раскоп был в 15 метрах от входа, учитывая падение слоев вглубь пещеры, эти слои могли быть еще моложе, чем в основном раскопе. К сожалению, продолжить работы в наше время пока не представляется возможным, потому как участок был погребен под скалами и валунами в начале 70-х годов прошлого века при проведении буровзрывных работ во время строительства прибрежной магистрали. Стратеграфический разрез мощностью почти 9 метров был зарисован и описан в 1949 году, а слои пронумерованы сверху вниз от 1 до 44. Археологические материалы были извлечены и помечены в соответствии с этими слоями. Верхний слой запечатан натечным кальцитовым образованием с талагмитом, мощностью 25 см, слой 2 на разрезе. Самый нижний, 44 слой, представляет собой мелкозернистые песчаные наносы, богатые моллюсками. Интерпретируется, как песчаные отложения пляжей и датируется последним межледниковьем. По всему разрезу отмечено несколько эпизодов обрушения трещиноватой кровли, а в слое 3 таких эпизодов было 4. Начиная со слоя 16 и ниже, в слоях встречается желтая и светло-серая пемза и необработанная галька диаметром 4-5 см. После 42 слоя, представленного вулканическим туфом, над сталагмитовой линзой начинаются первые слои с каменными артефактами. Но артефакты присутствуют в основном от слоя 41 до слоя 14, а выше их количество снижается. Следы костров, уголь, пепел, а иногда и сожженные кости встречаются почти во всех слоях, а пемза лишь в нескольких. А примерно на уровне с 8 по 20 слой по северной стене было отмечено несколько рядов полостей от двухстворчатых моллюсков, таких как морской финик, которые образуют отверстия в породе, прочно там закрепившись, что встречается в волноприбойных нишах и приливно-отливных зонах. Это, вероятно, свидетельствует о максимальном уровне моря около 124-119 тыс. лет назад в Микулинское межледниковье. Датировка на основе электронного парамагнитного резонанса была опубликована в 1991 году вместе с датированием по рецимизации аминокислоту моллюсков. Поскольку участок на тот момент был уже недоступен, исследователи проанализировали зубы оленей и один зуб бегемота из слоев, поэтому даты не такие точные, как при современных методах и не могут обеспечить детальную хронологию. Нижние слои накопились в течение морской изотопной стадии МИС-5 или в последний межледниковый период от 130 до 80 тыс. лет назад, что согласуется с базальными отложениями песчаного пляжа, а верхние могли накопиться к концу МИС-5 или началу МИС-4 около 71 тыс. лет назад. Каменная индустрия Сырье для каменной индустрии в Маширине более разнообразно, чем в других районах среднего палеолита из Лацио, которые изучались группой исследователей ранее. На большинстве участков основным местным сырьем является мелкая кремневая галька из вторичных отложений на пляжах или речных долинах и террасах. Но более высокая окатанность гальки из Маширине указывает на ее происхождение из активных или ископаемых пляжных отложений, а не из речных. 89% поверхностей местного кремня окатаны или истерты. Кремнистый сланец встречается гораздо реже и его собирали на одном типе обнажения. Также в сборке встречается минимум три вида кремня неместного происхождения, источник которого установить не удалось. Соотношение инструментов из камня и раковин Инструменты распределены неравномерно по слоям пещеры, а их плотность в большинстве слоев ниже, чем в похожих пещерах, где жили неандертальцы, за исключением слоев 18, 20, 21 и 37, что позволяет предположить, что использование пещеры было прерывистым или малоинтенсивным. Но здесь стоит сделать поправку на то, что не вся пещера была обследована. Однако по распределению инструментов из камня и раковин получилось выделить несколько последовательных фаз с неравномерной интенсивностью эксплуатации пещеры. Инструменты из раковин встречаются в основном в слоях, где плотность осколков каменных инструментов ниже, что обычно интерпретируется как нехватка сырья. С 26 по 22 слой наблюдается наибольшая частота инструментов из раковин, а каменные орудия встречаются реже. В этой фазе каменные орудия очень ретушированы, что также обычно интерпретируется как недостаток сырья и повторное использование старых каменных орудий. Но местный кремень присутствует, указывая на то, что расположение обнажений было известно, но они интенсивно не эксплуатировались. А повышенная частота двойного налета и наличие сырья из других мест позволяет предположить, что неандертальцы из фазы 2 прибыли в пещеру издалека со своим набором инструментов. Проще говоря, неандертальцы могли заселять пещеру Мошери невременно для решения задач, связанных с прибрежными ресурсами. В верхнем палеолите ловля раковин производилась чаще всего зимой. Возможно, и в среднем палеолите недолговечное сезонное заселение пещеры может быть причиной обилия орудий из раковин. Орудия из раковин Все инструменты из раковин были изготовлены из представителей большого семейства двухстворчатых моллюсков-венеридов – калистохиона, которые обитают в прибрежных водах всего Средиземного моря и на побережьях Восточной Атлантики от Британских островов до Марокко. Этот моллюск съедобен и в настоящее время используется в коммерческих целях в Португалии, Испании, Франции, Италии и Греции. Моллюски обитают на мягком песчаном морском дне в прибрежных водах на глубине от 1 до 180 м и могут достигать до 10 см в длину. Орудия, сделанные из калистохиона, известны из 11 мусьерских стоянок, 10 из которых находятся в Италии и одна на юге Греции в пещере Каламакия. Хотя большинство участков, вероятно, не содержали большого количества обработанных раковин калистохиона и о них попросту не сообщалось подробно. До сих пор самой известной была итальянская пещера Кавалла со 126 обработанными раковинами из толщи около 4 м, возрастом от 129 до 116 тыс. лет. В пещере Маширине обработанные раковины встречаются во многих слоях от 42 до 14 и в общей сложности 171 экземпляр в выборке. Большинство из них были получены из толщи с 21 по 26 слой мощностью около 1 м, богатого древесным углем и сталагмитовыми линзами. Хотя моллюск Калистохиона съедобен, его раковины у Маширине, возможно, в основном использовались для изготовления скребков, потому как в пещере были и другие виды моллюсков, обитающие на мелководье, такие как кардий, глицемерис и в наибольшем количестве черноморская или средиземноморская мидия. Они обитают в колониях на максимальной глубине 4-5 метров на камнях, и их легче собирать в больших количествах для еды. При этом ни на одну из раковин перечисленных моллюсков не было обнаружено следов использования их в качестве инструментов. Скорее всего их собирали только для еды. Но ели ли неандертальцы Калистохиона? Если положить двухстворчатых моллюсков на горячие угли, то они раскроются, а раковины потемнеют. Поэтому наличие в сборке таких раковин может предполагать приготовление и потребление моллюсков. Но это не может служить доказательством, потому как 37,5% каменных артефактов также были обожжены. Но их же не могли есть. Против приготовления свидетельствует 22,2% обожженных уже обработанных раковин. Тем не менее, морские двухстворчатые моллюски могли быть легко вскрытые съедены сырыми. Поэтому гипотеза потребления по крайней мере части моллюсков Калистохиона не может быть исключена. Получение раковин Согласно более ранним данным из пещеры Кавалла, раковины Калистохиона были собраны неандертальцами после смерти моллюска на ближлежащем пляже после штормов. Такие выводы были сделаны по ряду признаков, таким как истирание, отверстия, вызванные морскими организмами, растворение и следы других водных обитателей на внутренней поверхности раковин. Но эти критерии присутствовали не у всех образцов из моширини. При более детальном анализе выяснилось, что 40 из 167 моллюсков были собраны живыми с морского дна. А это подразумевает, что неандертальцы собирали моллюсков на мелководье или ныряли за ними. Хотя сбор раковин с морского дна занимает больше времени, чем сбор образцов на пляже, раковины, собранные с морского дна, имеют тенденцию быть толще, чем образцы, выброшенные на берег. Неандертальцы, вероятно, проводили много времени, собирая водные ресурсы. В подтверждение этому служат останки неандертальцев, у которых зафиксировано аномальное разрастание костного сужения наружного слухового прохода, экзастос или уха серфера, которое возникает из-за продолжительного пребывания в холодной воде. В целом соединились анатомические и археологические данные. Рыболовство на мелководье зафиксировано у неандертальцев муссерской эпохи из пещеры Костельчевита по останкам пресноводных рыб, таких как форель, галавль и угорь. Также свидетельства о эксплуатации пресноводных рыб отмечены на участках Испании, Франции и Кавказа. Наиболее распространенным ресурсом в испанских прибрежных районах является мидия. Ловля мелкой пресноводной рыбы или сбор раковин со скалистых берегов или прибрежного морского дна с помощью плавания довольно простая технология. Однако в верхнем палеолите наблюдается увеличение эксплуатации водных ресурсов, но при этом снижается частота экзостаза в наружном слуховом канале у неандертальцев, что возможно связано с использованием более сложных технологий для эксплуатации морских ресурсов, таких как рыболовные крючки или багры, которые не требуют погружений. Двухконечные рыболовные крючки зафиксированы в Шательперонской и Ореньякской культурах позднего палеолита, а изогнутые в Магдаленской. И хотя нет достоверных свидетельств наличия сетей в верхнем палеолите, косвенные свидетельства имеются. Это довольно важный раздел исследования, потому как совсем недавно считалось, что неандертальцы были не способны систематически использовать прибрежные ресурсы, о чем сообщалось еще в 2014 году при сопоставлении с южноафриканскими стоянками древних людей среднего палеолита. Хотя более низкая интенсивность промысла раковин в Средиземноморье по сравнению с южноафриканскими стоянками объясняется тем, что средиземноморские побережья поддерживают более низкую биомассу моллюсков, чем океанические литерали по ряду причин, как к примеру, приливные колебания в Средиземном море обычно составляют порядка нескольких сантиметров, в то время как на побережье Южной Африки разница между отливом и приливом составляет около 1 метра. Пемза Несколько слоев пещеры Маширини содержат одну или несколько пемз, что редко описывалось в статьях о неандертальцах. Их размер варьируется от 1 до 10 сантиметров, при среднем около 3 сантиметров. Эти пемзы хрупкие и пористые, часто фрагментированные. Содержание хлора указывает на то, что анализируемые пемзы относятся к вулканам области Компания, то есть флегрейские поля Везувий и вулканы острова Искья. Закруглённые края пемз указывают на то, что они были перенесены морем из вулкана-источника, будь то остров Искья в Неаполитанском заливе или флегрейские поля к западу от Неаполя. Но как они были перенесены в различные слои мощностью 8 метров? Несколько возможных объяснений могут быть предложены для присутствия пемзы в отложениях пещеры. Можно представить, что они попали в Маширини во время подъема уровня моря, что согласуется с волноприбойной нишей и углублениями от литодомов на северной стене пещеры. Однако предполагается, что это было до того, как сформировались описанные отложения, иначе они были бы размыты. Наличие сталагмитовых линз на многих уровнях, в том числе с пемзой, свидетельствует против доставки пемз морем. Таким образом, пемзы были принесены в отложения пещеры, либо порывами ветра, либо неандертальцами, которые их собирали. В пользу последней версии может свидетельствовать пемза из мустерских слоев пещеры Санта-Лючия в Лигурии, которая расположена в четырех километрах от моря и выше его уровня на 214 метров. Поэтому пемза не могла быть перенесена морем или ветром, а должна была быть собрана неандертальцами на берегу. Ведь в верхнем палеолите пемзы использовались для полировки наконечников и иголок. Помимо этого, в пользу сбора пемз неандертальцами говорит тот факт, что максимальное количество пемз около 71% было в слоях 21, 23 и 24 с подавляющим большинством обработанных раковин, 128 из 171, что указывает на связь между этими объектами. Выводы Исследование показывает, что только итальянские сборки и один случай в Греции указывают на систематическое использование раковин Калиста Хиона в качестве инструментов, а часть раковин из пещеры Моширини были получены с морского дна, когда моллюски были еще живыми. Археологические свидетельства из пещеры Моширини подтверждают идею о том, что аномальное разрастание костного сужения наружного слухового прохода, выявленное по останкам неандертальцев, указывает на то, что они тратили значительное количество времени на сбор водных ресурсов при погружении в воду. Что интересно, в выборках женщины имеют немного более высокие частоты экзостазов, чем мужчины, но из-за малого количества находок окончательные выводы делать пока рано. Помимо этого, наличие пемс в 17 археологических слоях является неожиданным явлением и наиболее правдоподобным объяснением может быть то, что они были собраны неандертальцами на берегу. В целом исследование показывает, что эксплуатация глубинных водных ресурсов и сбор пемс, распространенных в Верхнем Палеолите, были частью неандертальского поведенческого репертуара задолго до прибытия современных людей в Западную Европу. А техническая компетентность, способность к инновациям и широкое знание экологических ресурсов ранее были недооценены у неандертальцев. Также это ещё один пример того, как сохранённые более ранние находки могут добавить информации к нашему пониманию древней истории. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. Также в описании к видео есть ссылка на телеграм-канал, на который вы можете подписаться, чтобы не пропускать выхода новых роликов.